МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк. Смотрите выпуски. Лучшие в стране. Артисты театра драмы везут три награды из Тамбова. Здравствуйте! Мэри Поппинс в театре кукол, готовя в грандиозную премьеру. Никола Вешний. Православный мир празднует сегодня День Николая Чудотворца. 17-й театральный фестиваль имени Рыбакова принес Рязанскому театру драмы сразу три награды. Фестиваль продлился с 12 по 20 мая. Участие в нем приняли театры из Орла Владимира Ставрополья Донецкой Вологды. Рязанский театр драмы уже не в первый раз участвует в этом фестивале. Он ценен тем, что оценивают в нем именно актерское мастерство. Главными премиями являются актер России и актриса России. За честь и достоинство имени народной артистки РСФСР Еремеевой Битрих и премия признания. 19 мая Рязанский театр драмы показал зрителям и жюри комедию «Женитьба» режиссера Максима Ларина. Это единственный фестиваль. Он стоит немножко обособленным в череде театрных фестивалях в России, коих много. Это актерский фестиваль, на котором оценится именно работа актеров. Мы очень любим ездить на этот фестиваль. И я очень горд, что наша труппа всегда показывает такие работы, что жюри отбирают для участия в фестивале. Там огромная география этого фестиваля. Это уже 17-й фестиваль «Рыбаковский». Мы в нем участвовали, если не помню, не изменяет, по-моему, пять раз. Более того, Александр Заяц, которых, к сожалению, уже сегодня нет, в свое время был актером России. Как раз вот на этом фестивале это звание было ему присвоено. Бовчане знают наш театр, и спектакль «Женисьба» приняли с большим успехом. Зрители смеялись, аплодировали и кричали заветное браво. На обсуждение жюри неоднократно говорили об ансамбле и сплоченности коллектива. Работа в этом фестивале именно на артистов. То есть, как работают артисты. Как сказали жюри, что это актерский спектакль. Либо, они сказали, режиссер так себя замаскировал, что его работу не видно. Но именно в этом и заключается работа режиссера, чтобы себя спрятать. Себя спрятать, чтобы его работа была абсолютно незаметна. Но в то же время все артисты двигались в то направление, которым нужен режиссер. В жюри вошли театральные критики, среди которых член экспертного совета Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Алла Шевелева, актриса Тамбовского государственного академического драматического театра, заслуженная артистка РСФСР Валентина Попова и другие. По итогам фестиваля Рязанский театр драмы получил три награды. Спектакль «Женитьба» стал лауреатом в номинации за лучший актерский ансамбль. Тамбовский союз театральных деятелей России наградил дипломом лауреата в номинации «Надежда Союза» Анастасию Дягилеву за роль Дуняши. Премии признания отметили Андрея Блажилина, исполнителя роли Подколесина. Пропажи две, виновник один. В полицию обратились жители Рязани. В их квартирах пропали телевизоры. Виновника нашли оперативники. Телевизор «Зарубежный-2». Это не цитаты из советской комедии, а скорее строка из полицейского протокола. Притом преступления эти произошли с разницей в один день. Сначала в полицию обратился рязанец, владелец квартиры на Солочинском шоссе. Жилье свое мужчина сдает, притом в посуточную аренду. Вот вечером сдал, а как пришел утром, обнаружил, что телевизора-то и нет. На следующий день аналогичное заявление поступило в отдел МВД России по железнодорожному району Рязани. От хозяина квартиры на улице Зимнухова, также сдающейся в наем. Полицейские детально опросили потерпевших и по совпадению примет пришли к выводу, что действовал один и тот же человек. Виновника нашли сотрудники УГРО. Обвиняемый 33-летний рязанец, притом рецидивист. Ранее уже была судимость за кражи, мошенничество и грабеж. Постоянного жилья у него не было, вот и ходил по съемным квартирам. А после адреса ночевок постоянно менял. Менял квартиру через авито. Забрал оттуда телевизор. За какую сумму получил? Сумма где-то 5 или 6 тысяч. Рецидивиста оперативники все же нашли и задержали. В преступлениях он сознался. По предварительной информации, злоумышленник употреблял наркотики и постоянно нуждался в деньгах. В качестве способа извлечения незаконного дохода он избрал кражи имущества из арендованных квартир. Сняв на сутки квартиру и переночевав в ней, утром он уходил с телевизором, после чего продавал его по сходной цене. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы». В Резунском театре «Кукол» готовят новую постановку «Правдивые истории о Мэри Поппинс с Вишневой улицы», рассказывает Анна Конан. Ее спектакль – это подарок зрителям к началу лета и Дню защиты детей. Подробности в следующем материале. Я ухожу! Ага, а это будет мое мышное решение. Я ухожу! Молодец, ухожу, давай. Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь обратно. Возможно, я отправлюсь в далекое-далекое плавание. И хотя декорации еще в работе, репетиции новой постановки в самом разгаре. История семьи Бэнксов и их идеальной няни Мэри Поппинс Анной Конан была выбрана не случайно. По словам режиссера спектакля, тема детства близка ей по духу. Ведь именно в этот чудесный период нашей жизни мы умеем видеть волшебство даже в самых обыкновенных вещах. В основе постановки – оригинальная идея Памелы Треворс, автора серии книг о Мэри Поппинс. Конечно, есть и авторский символизм, выраженный в деталях. Круг в театре – это тоже не новшество. Здесь есть такой образ, который придумала Памела Треворс. Такой для меня это образ детства. Карусель, которая крутится, все время находится в движении, которую ты никак не можешь... Ну, с одной стороны, ты бежишь за ней, не можешь ее догнать. А с другой стороны, это какой-то круг жизни, который идет, идет, ты растешь, взрослеешь. Когда-то столкнулся ты в детстве со сказкой, потом твои дети сталкиваются со сказкой. Это такой вот образ. Поэтому мы такой вот простой, простой совершенно театральный прием превратили в карусель. Динамичный спектакль сопровождает живая музыка. Над каждым движением тоже пришлось поработать. При этом актеры двигаются естественно, без хореографических штампов в стиле мюзиклов, рассказывает Павел Фролов. Этот спектакль требует очень много танцев и массовых танцев. И поскольку у меня чуть-чуть другой, нежели хореографический, более актерский профиль, мы пытаемся это сделать все через естественное поведение актера. То есть, если это поворот, то это какой-то необходимый поворот. И от этого отталкиваемся, вот и рождается, собственно. В центре истории, конечно же, она, само совершенство. Мэри Поппинс не просто няня, она наставник и проводник в мир волшебства, который учит детей взрослеть, сохраняя при этом в душе своего внутреннего ребенка. Игрушечный сад, и чужки сидят на очень высокой сосне. Буду бы с себя играть. Потому что она мне очень близка, она очень правильная. Может и подсказать что-то, может и дать подзатыльника. Все как надо, все как в жизни. Учитель, она и должна быть учителем. Всегда. Мы ничего не знаем о Мэри Поппинс. Мы можем только догадываться. Но я думаю, что в спектакле мы узнаем о ней гораздо больше, чем в книгах. Потому что там есть такая история за текстом, есть контекст. А в спектакле он визуализирован. И мы можем фантазировать на тему, кто же она такая, сколько ей на самом деле лет, чем она занимается. Сказочную постановку посвятили году семьи и приурочили ко дню защиты детей. Премьеру запланировали на 31 мая. По словам сотрудников Рязанского театра «Кукол», спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, которым порой стоит с детской непосредственностью решиться на перемены и заметить магию жизни в ее мелочах. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 22 мая в России отмечают День святого Николая Чудотворца. В народе его называют еще Николой Вешней. О народных и церковных приметах в нашем следующем сюжете. Николай Чудотворец – один из самых известных и наиболее почитаемых святых. Считается, что покровительствует он путешественникам и морякам, однако за помощью к нему обращаются все православные и говорят, никому в помощи он не отказывает. Святитель прославился многочисленными чудесами как при жизни, так и после своей кончины. А за доброе сердце и помощь людям он удостоился особых милостей от Господа. А День памяти Николая Чудотворца особо выделяется из многочисленных православных святых, притом посвящен ему не один праздник, а целых два. Его вспоминают 19 декабря и 22 мая. Первая дата – 19 декабря. Это день кончины святого. Вторая же – 22 мая. Событие необычное. Это празднование посвящено перенесению мощей из мирликийских в город Бари. Произошло оно через 700 лет после смерти Николая Чудотворца. Святого похоронили в соборе города Миры в Лигии. И уже тогда это место стало одним из крупнейших паломнических центров. Однако в IX веке ситуация изменилась. Из степей пришли многочисленные орды турков-сельджуков. Они завоевали регион довольно быстро. После себя они оставили практически пустынные земли. Города грабили, людей убивали, святыни разоряли. Потому жители Мир замуровали мощи Николая Чудотворца в храмовый пол. Однако вскоре об этом прознали торговцы. Они решили заехать в разоренный город за останками святителя. Их обладатель получал не только духовную, но и материальную выгоду. В ту ночь в церкви, где хранились мощи, дежурили четыре безобидных монаха. Эти самые монахи, ничего не подозревая, выдали местонахождение святыни. Когда каменный помост над гробницей разбили, то увидели, что гроб доверху наполнен миром, благоухающим маслом, сочившимся из останков святого. Купцы совершили небольшую службу и только после этого решили достать останки. Их завернули в верхние одежды, доставив на корабль. Произошло все это 22 мая. А в календаре это событие так и называется – перенесение мощей святителей Чудотворца Николая из Мирликийских в бар. В этот день православные верующие стараются посетить храм, помолиться и уконы святого, поставить ему свечу. Частицы мощей Николая Чудотворца есть и в Рязанском Николаимском храме. Здесь верующие всегда могут поклониться иконе святителя Николая с частицей его святых мощей. И ковчегу, в котором также хранится частица мощей святого. В народе же этот день называли Николой Вешней, теплой, травной, милостивой. Считалось, что если умыться утренней росой, то весь оставшийся год болезни будут обходить стороной. Также считается, что после Николы в неделю красный сев, самое время сеять, ведь тепло пойдет, стужи не будет. На Руси в день Николая Вешнего устраивали гуляние, игры для детей, накрывали стол для гостей. А вот грустить в этот день запрещалось, ведь нельзя, говорили раньше, ссориться и ругаться в праздник. Жаркая погода пришла в регион. Когда ждать дождей? Можно ли уже загорать? Какая будет погода в ближайшие дни? Расскажу прямо сейчас. Синоптики сходятся на том, что в ЦФО пришла настоящая жара. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем телеграм-канале отметил, что 20 мая стало самым теплым днем в Центральной России с начала года. Воздух прогрелся до 25 градусов. На всю неделю прогнозируется солнечная погода. Температура воздуха составит 20-23 градусов тепла. Из-за антициклона столбики термометров понизятся в среду и четверг, но сильного похолодания не произойдет. Мы вернемся к показателям в 17-18 градусов тепла, объяснил синоптик. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Познякова уточнила, что атмосферный фронт на западной периферии антициклона может вылить на Центральную Россию 5-10 мм осадков. Местами дожди могут оказаться более интенсивными, с мощными кучевыми облаками и грозами. Научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прямо сейчас наступила благоприятная пора, чтобы загорать. Сейчас ультрафиолетовый индекс составляет плюс 3-4. Это значит, что загорать можно и загорать в удовольствие. Когда индекс 5-7, уже в полуденные часы нужно оставаться в тени, надевать одежду, шляпу, использовать защитные средства. А пока он 3-4, можно загорать и получать от этого удовольствие. Специалист отметил, что к выходным в регионах Центральной России будет до 27 градусов тепла, поэтому необходимо беречься от теплового удара. Врачи рекомендуют в жаркую и солнечную погоду поменьше находиться на улице, отказаться от физических нагрузок и спорта в дневное время, избегать длительных поездок и обтягивающей одежды, которая способствует перегреванию организма. Взрослым и детям необходим головной убор. Следует использовать солнечные очки и зонты. Врачи также рекомендуют принимать прохладный душ 2-3 раза в день, увлажнять лицо и руки термальной водой и влажным полотенцем. Получившему солнечный удар человеку необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а пока медики в пути, его необходимо перенести в тень или прохладное помещение. Если человек упал в обморок, приподнимите его ноги примерно на 20 сантиметров выше уровня головы, снимите одежду, так организм максимально охладится. Прикладывайте смоченную холодной водой тряпку, одежду, колбу, подмышечным впадинам и подколенным ямкам, советуют медики. До конца мая атмосферное давление будет высоким, ожидается солнечная погода, сильного ветра не ожидается. Вторая половина мая будет близка к климатической норме. По другим прогнозам, примерно с 26 мая температура достигнет плюс 27 градусов днем и дальше не будет снижаться в первую неделю июня. Ночные температуры вырастут к началу лета до 15 градусов тепла. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин